мы идем путем а мы идем в ресторанчик а мы идем в ресторанчик в турецкий да либо низ это то же самое что турецкий только ливанский еда все равно турецкая до заказа штуки винчик с собой это не покупайте водочка здесь все по культурному винчи всем привет на канале с вами алла сегодня у нас 20 какой-то февраля не знаю какое намеревается дождь мы взяли большой зонтик самый большой намеревается выпивка с вином мы заходим блин если не красивенькая я редко бываю красивая в рабочем состоянии я себя кручу я не могу понять какой свет где сделать фотку нигде не сделаешь вот вот сидимся мы в нашу любименькую машинку я опять как всегда без микрофона будем ехать о чем-нибудь разговаривать я не знаю правда о чем еще не придумала тему чтобы вам наговорить такого сейчас я подумаю какая тема нет ни что стоило бы создавать такие условия в стране чтобы убегали люди и сами мне подсказали подписчики мне под моим видео где написала что я в нефти на центре работаю данные не сказали написала одна моя подписчица или просто не подписчица но комментарий был такой ой стоило привезти приезжать в америку для того чтобы такую работу найти я даже не знаю как это комментировать потому что я в когда вы в руке не с тобой были делали уж видео я там говорила стоило ли приезжать в америку чтобы продавать потом цветы а я исхожу из того что наверное стоило есть наверное разница продавать цветы в америке и продавать цветы и спросите что он мог там сделать миллион вообще работу ну да чтобы что-то продавать хотя бы что-то какие-то элементарные продукты питания и да и все такое не но я же сказала ой стоило ли в америку ехать чтобы просто чтобы здесь торговать может быть он тогда вообще там ничего вообще не мог и здесь он торгует и для него это наивысшая прямо планка но дело не делать даже не не в этом я вы знаете хочу сказать вот я лёша кстати хотела тоже сказать я когда приехала в америку и наивная такая была девочка два года назад и еще сейчас еще наивная я почему-то считала что те кто приезжают в америку они обязательно здесь устраиваются работают все что 10 кто не спивается что если люди не разводятся здесь прямо вот люди все живут потому что здесь страна для того чтобы жить зарабатывать наслаждаться жизнью отдыхать иметь кучу денег быть богатым все остальное потом я когда поняла что здесь абсолютно такая жизнь как в стране только немножко с другими проблемами сложности есть такие же как в стране только они абсолютно другие и точно также здесь люди спиваются и разводятся и и уезжает из страны кто себя здесь не находит кому сложнее здесь чем там у себя в стране что на стране на самом-то деле можно ни хрена не делать и жить говорю все своими словами здесь это не будешь ничего делать и жить не сможешь вот в нашей стране вот наша страна так так организована что ничего в ней не делаете да нам дали когда-то квартиры квартиры квартира да можно еще так и лёша даже если ты покупаешь квартиру ты платишь просто за аренду господи даже покупаешь квартиру где взять деньги на даже я подожди я к тому что если мы здесь в америке покупаем квартиру мы платим такие же деньги как те кто не купил и живут в аренде единственного варианта на что мы купили квартиру будущем через лет 10-15 мы может быть и дом или квартиру продадим и мы будем в каком-то там плюсе может быть может быть теоретически дальше покупаем да смотри нашей стране у нас есть вариант такой вариант возможность такая молодежь там например папа с мамой дали деньги каким-то образом какой-то период люди были деньги не купили квартиру все они этот цикл закрыли свой финансовые дру эту финансовую дай ему проехать он бедный что-то боится и из нью-йорка вроде боится по нью-джорси ездить и покупаешь квартиру это себя как будто как бы лишаешь освобождаешь себя от очень большой затраты в своей жизни это аренда там и не знаю квартиры комнаты всего чего угодно ты просто платишь например коммунальные услуги они по сравнению с ну достаточно меньше чем платить за аренду так так пока окей пока готов но не будем рассуждать на будущее забудь что этим в америке еще есть налог на землю украину говорю в украине он на сегодняшний день супер маленький супер маме они с не смогут делать большим потому что платье как они его сделают они просто повыгоняют людей повыживают людей квартиры домах и буду делать и дальше что и куда они все пойдут в румынию болгарию польшу что они сейчас делают ну и так до полу по уезжали венгрию в польшу народ по уезжал он мне брат сейчас в одессе живет и и она на маршрутке ездит на водителем очень неплохо зарабатывает и у него он говорит что ник раньше раньше водитель маршрутка нужно было я не знаю через знакомых через каких-то там как у нас говорят по блату вот да слово вспомнили забытое по блату вспомнить каким-то образом влезть в этот бизнес чтобы работать водителем еще на какой-то определенный маршрут потому что на маршруте можно неплохие деньги делать и у него брата очень неплохой маршрут он из одного района к морю и летом это еще естественно лучше я говорю что я сейчас вам скажу что сейчас он не рассказывает невозможно вообще сейчас найти человека чтобы его заменил там и вообще кого-то чтобы работал водителем него на подмене почему потому что все мужики как он говорит его словами говорю все по уезжали в польшу и венгрию они там зарабатывают получается где-то 1300 это я знаю как дитя венгрии да у него получался он тысяч евро естественно в долларах это чуть-чуть побольше в месяц он знакомый работал венгрии на ой что это за завод была лёшка работа химических как но он какие-то они какие-то делали типа батареи какие-то детали самсунговские или что-то такое но они-то в масках работали у них специально экипировки были короче вредное производство он там тысячу с лишним в евро получал четыре месяца от работы там в основном так стараются работать потом уходить через время в смысле уходить отдыхать через время опять приходит они работают на четыре или полгода или четыре месяца и рабочую визу как бы делают но вы что же понимаете да через какое-то время ты становишься не знаю импотентом потом потом что что у тебя может быть легкие и все же завода работает в польше то значит что в другой части в венгрии венгрии значит другой части европы цивилизованной части европы его не допустить это все же это означает то же самое с украины все заводы которые сейчас будут перевозиться в украину за супер дешевую рабочую силу это это будет вредные заводы супер дешёвая рабочая сила плюс супер вредное производство которое допустим в той же норвегии или в той же швейцарии просто не допустим по экологическим вопросам просто просто так и я буду хочу немножко это развивает население или это угнетает население и немножко хочу вернуться к тому что квартиру здесь в америке ты покупаешь и только с надеждой что ты ее продаж но тот кто снимает квартиру в аренду и тот кто купил и платит за нее практически деньги одни и те же получаются даже если ты покупаешь даже не могут быть чуть больше также также могут быть могут быть некоторых случаях нет да но в нашей стране ты покупаешь квартиру ты пока пока и на данный момент я говорю что у тебя нет такой такое беспокойство о том что ты будешь сумасшедшие деньги всего платить пока опять дальше приезжая в америку почему-то люди если смотрят видео тех людей которые живут в америке они почему-то считают что мы должны в видео показывать рассказывать ой вы знаете кем я работаю я работаю то каким-то вот таким вот таким вот какой такой профессии я владела который в мире нет не существует и можно сказать вот теперь я понимаю почему ты приехала в америку вот это да я я вот это вообще не понимаю какая-то чем нужно заниматься чтобы тебе сказали ничего вот это сауна мы здесь в этой сауне были где рождение малые праздновали его немножко там потом делаю сейчас монтирую видео я вам покажу это мы фарлон проезжаем здесь очень много русских было или есть это когда здесь русский магазин у нас вот он мы проезжаем бродвей русский магазин маленький хороший такой нормальный мне нравится и кухни там смысле кухня можно готовы брать мне нравится насколько брали вы знаете у меня всегда так если кушаешь какую-то еду и я в частности нашу русскую еду я не про бургеры и у тебя нет этой отрыжки старого масла там и вообще какой-либо то все начать это нормально я когда вот мы слушай когда готовим у нас никогда нет никаких непонятных таких реакций на еду которую мы приготовили поэтому еда должна быть реакция организма на еду не должно быть вообще никакой тогда она нормально приготовленная так возвращаемся к тому что я работаю в нюрсинг центры моя работа организатор досуга до резидентов то есть пожилых людей которые живут в этом центре так как мы привыкли слышать этот дом престарелых подписчица то написала знаете что мне сказали мне сказали что сдают в дом престарелых бабушек и дедушек то своих родителей дети которые специально хотят им отомстить за то что у них не было детства знаете что очень дорого это очень вместе дорогая месть а я вам сейчас скажу как там делают там у нас один резидент и сниму приходит друг и он присматривает себе там место чтобы обеспечить себе старость например продать свою квартиру и туда как бы переехать жить почему я вообще скажу потому что там тебя кормят там тебя моют подмывают купают салон причесывают все остальное это то что ты не мог возможно будущем не сможешь себе обеспечить сделать сам ним не сможешь не выехать из квартиры или кто-то к тебе будет приезжать как ты сможешь организовать пока ты себя можешь обслуживать никто дома престарелых не едет когда ты уже не можешь себя обслуживать ну они боятся сами оставаться не все родственники могут бросить работу я тоже самое говорю все вынуждены работать потому что я говорю америка подсаживает на то что ты не сможешь не работал потому что тебе нужно обязательно кредиты тебе нужно не платить тебе нужно украине мы можем позволить не иметь кредиты а здесь мы не можем это позволить себе не иметь и потому что ты ни черта вообще не купишь и вообще все очень сложно даже в аренду не не снимешь никакую квартиру поэтому получается такая фигня что тебя подсаживает а то что ты должна ты будешь стране пока ты не уйдешь в мир иной это я буду очень мягко говорить очень пока не сдохнешь, ты будешь этой стране должна. И даже когда уйдешь в мир, ну, все равно банком. Банком. Банки. Да, да. Леша меня поправил правильно. Ты будешь банком должна. И поэтому здесь такая фигня, что и, а, и давайте перепрыгиваю с темы на тему в плане работы. А мне одна вообще написала там тебе и место работать. Спасибо за пожелание. Я сама выбираю, где мне работать. Мне нравится. Я очень довольна работой. И поэтому я всем могу пожелать иметь работу, которая вам бы нравилась. И самое главное, что я вижу, что я могу на этой работе расти, в каком плане. В данном случае я каким-то стараюсь, естественно, поднимать свой уровень английский. Стараюсь еще опять учиться. И мне это все, опять все сложно дается. Но что делать? по-другому. Ну, по-другому никак. То есть я свои какие-то знания, какие я получила за определенное время, сколько там, три года, пытаюсь теперь воплощать это в жизнь. Леша продолжает меня ругать за то, как я учу английский. Но ничего, мы все преодолеем, и все будет окей. Это все степ-бай-степ, все это мы сделаем. А работа, мне прямо интересно, а кем нужно работать? Леша, ты работаешь в строительной компании и рассчитываешь проекты или затраты на проект. Ну, так, по-домашнему сказать. Мне кажется, даже такой работы, по-моему, на стране нет. У нас в стране нет моей работы. Почему я всегда в видео вам говорила, я не знаю, кем я хочу работать, потому что я не знаю, в этой стране какие профессии востребованы. Вот я поняла, что вот здесь такой развит очень неплохо бизнес. Дома престарелых, реабилитационные центры по восстановлению после операции. Очень здесь распространенные операции. Это операции на колени. Очень распространенные. И шейка бедра. И только хотел сказать. И шейка бедра. То есть, тебе полностью меняют, вставляют протез, тебе заставляют ходить. У тебя там идет физичная терапия, да, как говорится? Физикал. Вот. И я вот два с половиной года здесь живу. И сейчас я, например, поняла, что очень, да, востребовал реал эстет, естественно. А потом я говорила, что чего-то у меня не сильно туда тянет. И пока не тянет. Вот. И не только не за английского, а просто вот, ну, не тянет. И я не вижу ничего позорного. И меня, извините, постоянно прерывают. Меня постоянно звонят, потому что мы уже подъезжаем к ресторанчику. Я что смогу, там вам сниму. Навряд ли я что-то вообще буду вам снимать, потому что в этом с компанией я не сильно буду, наверное, с камерой там, потому что нам нужно пообщаться. Если я буду постоянно с камерой по столу елозить, то это не совсем хорошо. Поэтому мы с вами просто по дороге в ресторан поболтали, немножко порассуждали о всех прелестях наших стран, где мы сейчас живем и где мы жили. Но у меня еще свежие такие воспоминания и память, потому что у меня всего лишь два с половиной года, у Леши уже потише 20 лет, да, Леша, у тебя получается. Ну, все равно ты общаешься с одесситами, у тебя все равно ты в курсе всех непонятных проблем и, короче, очень прискорбно, что у нас ничего хорошего как-то не ожидается. Делалось так, что можно взять и приехать на работу. Так и жалко, что нет такого, что, слушай, да нафиг все продаем, давай едем к себе, купим там у берега моря квартиру, ну и на... Ну, не совсем на старости пожить. А получается, что ты придешь туда и, как моя мама всегда говорила, хлеб без солиды дай, да? Так это хорошо, если еще у Леши. Медицина пока востребована, Леша, да, как ты говоришь, пока, потому что какое-то время назад, Леша, сделай тише чуть-чуть, потому что это уже так жарко. Да, еще лет 10 медицина будет востребована. Леша, у меня этот, как прогнозер. Нет, это аналитика. Это аналитика, это статистика, да, ты у меня все эти... Когда уйдет поколение бэби-бумеров, секс сильно сократится. Потребность. Сейчас какое-то поколение уйдет в мир иной и стариков станет намного меньше. Бизнес, нерс немножечко упадет. Это такое дело. Робототехника начнет. Роботы немножечко начнут перехватывать рабочие места и это намного выведеннее будет работодателем. В общем, скажу так, что я абсолютно не стужу своей работы. Я тысячи раз говорила, я не стыжусь никакой работой. Работала, убирала дома, квартиры, не стыжусь. Убирала, работала водителем такси, абсолютно. Я во всем получила свой опыт и для того, чтобы понимать, чем заниматься и что делать в этой Америке, нужно время. А для того, чтобы это время, в это время каким-то образом питаться, а еще пытаться учиться, но училась я только благодаря тому, что меня Леша поддерживал сама, если я была бы, я вообще не смогла обучиться. Зарабатывать, учиться, это только мечта, можно мечтать. Здесь, у кого не спрошу, почему ты не училась раньше, все говорят, за какой, извини меня, хрен, потому что нужно работать, платить за аренду и за все остальное. Потому что то, что я зарабатывала, это абсолютно такие копейки, судите, несудимые будете. Самое главное, себя найти в любой работе. Знаете, если мне нравилось бы работать убером, я от этого прямо получала чуть ли не оргазм такой, от того, что я работаю убером, вы понимаете, я бы работала им, честно, и неплохие деньги у меня получалось зарабатывать. Вот мне нравилось бы сидеть в машине, постоянно кататься, с людьми общаться, я бы работала, почему бы и нет. Если бы нравилось мне убирать, я бы убирала до тех пор, пока не набрала себе бы клиентов, а потом набрала себе испанок, и они бы меня только так бы трубили, а я их бы ходила, развозила, потом забирала, как у нас там девочки делают, развозят их. Что они потом делают? Они потом их забирают, потому что испанки не имеют ни машин, ничего, а дома бывают очень далеко, и я бы так и делала бы. Катала бы, развозила, утром, вечером, в обед бы, потом их забирала в зависимости от скеджула, поэтому я четко понимала, что этот бизнес я тоже не хочу. Естественно, я тоже убирала, почему? Я же не только катала бы, было бы время, почему бы мне какой-то полдома не убрать, особенно после ремонта, знаете как, заработать 300-400 долларов. Так что, вот мы приехали. Седерс, да, называется? Седерс. Вот. Ресторанчик этот, сейчас у нас заберут машину, ее припаркуют, потом мы выйдем, нам ее привезут. Ну все, мои дорогие, всего хорошего, пока-пока, до следующих встреч, и до следующих тем, до следующих видео. Пока. Наслаждайтесь тем, что у вас есть, настроением и работой, какая у вас есть. Вы знали, сегодня у нас 25-е, сегодня у нас 25-е февраля, вчера я с вами, Мася, завтракала? А, точно. Вчера мы с вами общались, когда мы ехали в сторону ресторанчика, а сегодня мы утром уже завтракали всей семьей, Аня со своим Королесом, я с Лешей и мой сын, мы с друзьями еще были, в турецком ресторане кушали мы сегодня, вчера с другими друзьями, с которыми на йоге познакомились, как это, Либонис, ресторан называется, да, Леш? Либонис ресторане были, сейчас я здесь, когда на Uber работала, я подвозила одного мужчину и видела здесь очень много всяких коней, сейчас мы хотим просто сразу зайти и узнать, можно ли здесь, когда потеплеет, сделать такой сюрприз, пригласить нас всех, нашу семью, друзей сюда, может быть, на коньяках как-то покататься, или, может быть, на каких-то скачках, может быть, здесь можно прийти просто время провести, что я, честно говоря, люблю лошадей, боюсь, и ни разу их даже не гладила, я близко не подходила, потому что боялась, вот мы хотим сейчас узнать, потому что сейчас мы все приехали в парк, где Мэлю будем выгуливать, ой, сейчас мы будем все спрашивать, привет, Привет! 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 Это моя башня, я могу дать вам. Как это работает? Мы делаем 30 минут в личном обучении. Мы делаем 30 минут в полчаса, мы открываем в 9. И каждую обучение в полчаса, так как это в личном обучении. Мы открываем каждый день, только на неделю. Да, это 1. Что это? Орган. 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 Ну, видите, специальная одежда, курточки, лошадочки. Мы можем пойти посмотреть, сейчас мы поднимемся, посмотрим. 56 долларов, по-моему, сейчас Леша расскажет. Я ни разу не пробовала. Ну, в общем, так как я поняла, что она объяснила, 30 минут нам, мы с учителем, нас он обучает, рассказывает нам, что и как делать. И потом мы можем, наверное, это делать сама. Сами. О, собака потерялась. Смотри, сколько собак теряется. Вот собака потерялась. Вот собака потерялась. Вот собака потерялась. О, даже продают специальные ботинки для накатания на лошадях. Сколько денег, Леша? 60 баксов, полчаса. А учить сколько нас будут? Полчаса 60 баксов. Это с учителем? Да. Класс полчаса. 60 долларов полчаса. Вот эти вот такие ботинки одеваешь. Это под свой размер, типа? Это если ты падаешь. Это каски. Боже мой, какая привлечь. Вот мы можем пойти посмотреть. Вот здесь. Девочка, видимо, по времени наблюдают, кому сколько ездить. потому что полчаса 60 долларов. Это вот так вот по кругу и все. Ну, это когда зимой, а летом, наверное. Ну, это не для бедных. Давай тогда пощуплю их попробуем. Ну, ты просто ешь, я попробую. На пони? Ну, хотя бы здесь. А лошади красивые, да? Лошади очень красивые. Смотрите, как они красивые. Как это говорят, скачут. Да? Прелесть. Аминь.